Всем привет, с вами Артём, мы продолжаем играть в The Secret of Monkey Island И знаете, я сейчас чё понял? Возможно, это сработает, а возможно и нет, но... Логика игры! Пожалуй, мне понадобится клинок Этот подойдёт Вот реально, вы видели, чё произошло, да? Опа! Корабль-призрак Что это было? Ничего не понимаю Эй, долго ты будешь стоять тут столбом? Губернатора похитили Что? Кто? Лечак увёз её на корабле, что только что отплыл Он подкараулил её, когда она в одиночку пришла спасти тебя Боюсь, больше мы её не увидим Так А где были вы всё это время? Спали? Эй, я караульный, а не телохранитель Почему вы считаете, что мы её больше не увидим? Лечак увёз губернатора в своё убежище на острове обезьян Боюсь, ни один пират на этом острове не отважится последовать за ним Но чем чёрт не шутит? Удачи Ах, да, чуть не забыл Они оставили эту записку Можешь забрать, но вряд ли тебе понравится её содержание О, губернатор Ну зачем ты рисковала своей жизнью ради меня? Видно, я не понимал, насколько дорог тебе Как теперь я чувствую, ты стала дорога мне Это моя вина, что она попала в такой переплёт И клянусь, я вытащу её Даже если мне придётся отправиться на остров обезьян в одиночку Пиратам острова Милей Ваш губернатор жив-здоров, она со мной, как тому и должно быть Попробуйте найти нас, и вам не избежать ужасного исхода Ваш на веки, капитан Лечак Так Мы должны всё-таки закончить С этим делом Опа Опа В чём дело, старый пьянчушка? Губернатора похитили Лечак со своей командой мертвецов захватил её Она, они испарились с ней на своём корабле-призраке Она была так добра ко мне Всегда так вовремя теряла отчёт и санэпидемт службы За небольшую компенсацию, конечно Что станется теперь с моим делом? О, горе мне Что мне сделать, чтобы спасти её? Найди корабль и отправляйся за ней Логово пирата-призрака на острове обезьян Это каждый знает Не спрашивай, откуда Тебе только нужно найти туда дорогу Где взять корабль, я знаю Налей-ка мне выпить Налей себе сам Ты со мной? Ээээ, увы, я не выхожу, а в море Старая боевая рана Уверен, ты понимаешь Прострелили колено, небось Решен он Я в путь Удач Не забывай надевать варежки И галоши И обязательно пиши Прощай Блин, он смешной Это было забавно Ладно, нам нужно к Стэну Корабли Стэна Помните, там был такой островок Вот нам туда Такс Он, по-моему, находится Вон там, на берегу Надо идти, по-моему, на берег Или А, не-не-не Салон кораблей с пробегом Я не в ту сторону почапал Мы ж туда ходили Сквозь тролля Привет Я Стэн, владелец поддержанных кораблей Стэна Я вывернусь наизнанку ради удачной сделки Какое судно? Мы снимем с прикола Большое Быстрое Медленное У нас их в достатке А чего нет в достатке? Достанем Я хочу заключить сделку От которой ты будешь счастлив Ведь если ты не счастлив И я не счастлив Но я знаю, что сегодня Ты уйдешь отсюда счастливым Откуда я знаю? Просто взгляни на все эти корабли У меня тут выбор на любой вкус Давай пройдемся Посмотрим, ладно Блин, я уже не могу У меня руки устали Итак, скажи Что тебя сейчас интересует? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Есть корабль как раз для тебя. Следуй за мной. Вот это. Это корабль, достойный королей. По судесам, здесь 15 кают и в каждый камин. На борту два бассейна, открытый и закрытый. Вращающийся бальный зал. Воронье гнездо с подогревом. Это целых 60 метров плавучего декаданса. И все за ничтожную цену. Кстати о цене. Сколько ты бы хотела потратить? Вообще-то я надеялся приобрести его в кредит. Прости, малыш. В долг не бери и взаимы не давай. Вот философия старины Стэна. Если у тебя есть работа, лавочник в городе может предоставить кредит. Тогда нам будет о чем говорить. Хотя, возможно, у тебя уже есть другой источник финансирования. Деньги роли не играют. Для меня играют. Сколько у тебя при себе? Эм... У меня 371 пиастер. Похоже, мы с тобой говорим о совершенно разных кораблях. Ты явно не следил за рынком судов в последнее время. Сомневаюсь, что для этой сделки у тебя достаточно наличных. Может быть, у тебя имеются другие средства оплаты? Впрочем, возможно, это судно не для меня. Как скажешь, но у меня такое чувство, что ты сегодня не уйдешь без нового подержанного судна. Так что еще я могу тебе показать? Вообще-то я бы хотел еще подумать. Да, конечно, все обдумай. Не хочу, чтобы ты подумал, будто я пытаюсь давить. До встречи. У него все корабли здесь отвратительные. Забыл дать тебе свою карточку какую-то сделал. И вот кое-что еще на память обо мне. Компас? Сверхмощный магнитный компас. И портрет ваш на нем? Ну да. Он всегда указывает прямо сюда, и коли появится интерес направления, знаешь, я буду здесь, когда вернешься. Но вот за корабли поручиться я не могу. Ладно. Они сегодня на расхват. Без шуток. Товар просто отрывают с руками. Он вернется. Ладно, так, давайте, короче, сходим к лавочнику. Нам нужно к лавочнику. Теперь. Жалко здесь тыкнуть просто так нельзя. Поэтому просто пойдем к лавочнику. Попробуем взять у него кредит. Ой, везде я беру кредиты. Даже в компьютерной игре. Ужасть. Ужасть. Ну да ладно. В принципе, тут ничего страшного, как бы. Так, лавочник у нас находился вон в той стороне. Кстати, я так и не понял, мы официально пиратами-то стали или не стали. Я с тебе глаз не спущу, парень. Вздумаешь, что стянуть ноги я переломаю? Что ты хочешь? Эм, я бы хотел получить у вас кредит. В самом деле? А работа есть? Да, конечно, есть. Хорошо. Я сейчас принесу форму, и мы ее заполним. Так. Сейф у него, значит. Так, ну-ка. Кажется, я запомнил. Так, посмотрим. Чем занимаешься, говоришь? Эм. Я у Стэна подержанные корабли драю. Уж сколько лет не видел там чистого судна. Ты либо лжешь мне, либо просто дрянной работник. В любом случае, я тебе не доверяю. Такая музычка начинает играть, когда он открывает свой сейф. Что еще интересует? Я ищу мастера клинка острова Мюлей. Слушай, я уже говорил, она не хочет тебя видеть. Может, спросите ее еще раз? Пожалуй, я мог бы туда прогуляться. Опять. Скоро вернусь. И ничего не трогай тут. Отлично. Да не вопрос, я просто взломаю твой сейф. Поднимаемся к сейфу. Я запомнил его комбинацию. Так. Толкнуть. Пуш, по-моему, да? Нет. Ой-е. Блин, как толкать-то? Да толкни ты. Кнопки, блин, надо выучить горячие. Так, теперь в обратную сторону. Хм. Хм. Внутри ничего, кроме этой записки. Кредит. Этот номер не пройдет. Я, добропорядочный лавочник, настоящим принимаю обязательства по погашению долгов предъявителей сей расписки на сумму до пяти тысяч пиастров. Все, валим. Валим отсюда. Взваливаем. Так, теперь нам надо снова к Стэну. Теперь будем у него корабль приобретать. Пять тысяч кредитов. Да, пять тысяч пиастров. Сейчас опять попугай крикнет пиастры. Надо же! Нифига себе! Он не крикнул! Ну, ладно. Сваливаем отсюда. Так, все, пошли за кораблем. Теперь у нас будет наш собственный корабль, и мы будем капитан Гайбрэш-Триппут. А не просто Гайбрэш-Триппут. Что-то все пираты попрятались, заметили, да? После того, как увидели Личаковский, этот самый, Личаковский корабль. Привет! Я рад тебя снова видеть! Я знал, что ты вернешься! Все возвращаются. А знаешь почему? Просто взгляни на все эти корабли. У меня тут выбор на любой вкус. Давай, пройдемся, посмотрим. Так, что еще я могу тебе показать? Эммм... Эмм... Можно еще раз посмотреть тот красный? Я знал, я знал. Ты мне выкинешь эту крошку из головы, так ведь? Следуй за мной. Вот уж корабль, на который стоит взглянуть еще раз. Сколько ты рассчитывал сегодня потратить? Так. Я получил кредит у лавочника, вы его примете? Я бы с радостью. Серьезно. Обычно я беру. Но не на ту сумму, в которую тебе обойдется эта крошка. Может быть, другое судно впишется в твой ценовой диапазон. Так что еще я могу тебе показать? Подожди, подожди. Так, ладно, предположим. Тот стильный корабль у вашего офиса не весьма неплох. Но еще оба. Это мой личный. И он не продается. Вот козел. Что еще я могу тебе показать? Так-с. Что-нибудь не очень дорогое, но надежное. Качество посредством? Эй, это же мой девиз. У меня есть корабль как раз для тебя. Следуй за мной. Что он там мне за корабль хочет предложить? Я вижу, ты из тех, кто не ищет излишеств. Но качество для тебя все же много значит. Посмотри хотя бы на свою одежду. Несгибаема, как и эта крошка. Она родом из далеких северных краев. Где море столь же беспощадно, сколь тверды люди и... Эй, а ты сам случаем не оттуда? В тебе видятся черты нордической стойкости. Так или иначе, мы говорим об истинной ценности. Поговорим о деньгах. Твоих деньгах. Ммм... Я получил кредит у лавочника, вы его примете? Я бы с радостью. Серьезно. Обычно я беру. Но не на ту сумму, в которой тебе обойдется эта крошка. Может быть, другое судно впишется в твой ценовой диапазон. Так что еще я могу тебе показать? Чего ты его заклинила? Эм... 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 Сколько вы хотите за ваш личный? Говорю же, он не продается. Ну ты и зануда. Но постой. Ведь я тоже, не так ли? Что еще я могу тебе показать? Так. У меня не так уж много денег. Не бойся, что не корабль выгодная покупка. Но если хочешь настоящий подарок, у меня есть корабль как раз для тебя. Следуй за мной. Вот этот. Это у нас знаменитая морская обезьяна. Единственный корабль, достигший острова обезьян. И вернувшийся хоть с кем-то живым на борту. Или, вернее, сказать, чем-то. Видишь ли, когда-то это судно принадлежало двум безрассудным пиратам. Как и многие до них, они отправились раскрыть легендарную тайну острова обезьян. И как и многие до них, бесследно исчезли. Их судьба загадочна. Почти столь же загадочна, как и возвращение судна на остров Мюлей, без единого человека на борту. Говорят, что им управляла стая шимпанзе. Шимпанзе? На Карибах не водится шимпанзе. Да ладно, тебе так интересней. В любом случае, эта малышка теперь моя. Конечно, пока ее кто-нибудь не купит. Сколько ты бы хотел потратить? Я получил кредит у лавочника, вы его примете? Ну, конечно! Твой кредит всегда примут у Стэна. Не важно, были ли в твоей кредитной истории проблемы. Развод, хроническое невезение в азартных играх. Да, кто я есть, чтобы судить, так? Если лавочник доверяет тебе настолько, что дает аккредитив, значит, ты честный человек со стабильным доходом, так? Так, пора перейти к делу, не так ли? Я знаю, тебе его хочется. Ты знаешь, чего тебе хочется. Я знаю, что ты знаешь, что мне его хочется продать. Так что... Хм... Ну и сколько вы за него хотите? Ты сегодня же можешь уплыть на этой куколке всего за 10 тысяч пиастров. Что на это скажешь? Так, а у нас только пять. Мм... Обсудим опции. Опции? Хочешь обсудить опции? Отлично! На этой детке полно опций! Ну, скажем... Я упомянул противотуманные иллюминаторы? Мм... Да, это Стэн Эфпрэм звучит практично. К тому же стоит своих денег. Вот почему это уже включено в цену. Но это еще не все. Я упомянул противозаклинивающий якорь. Да, это Стэн Эфпрэм звучит практично. К тому же стоит своих денег. Вот почему это уже включено в цену. Но это еще не все. Я упомянул, что рвал с реечной передачей? Хм... Думаю, я как-нибудь проживу без этой ерунды. Что ж, можно плавать и без него. Недолго. Но это еще не все. Я упомянул велюровые чехлы парусов. Проживу без этой ерунды. А плавание налегке? Ну да, понимаю. Конечно, незачем думать о мятеже. Но это еще не все. Я упомянул галсометр. Да ты задолбал меня уже. Ну, довольна об опциях. Ну, на чем мы остановились? Эм... Так. Готов предложить вам сделку. Отлично! Сколько? Хорошо, пять тысяч, но это мое последнее слово. Конечно, можем начать и с нижней планки. Впереди весь день. На следующей неделе я ожидаю новое поступление, так что мне некуда деваться. Пусть я останусь без штанов, но я должен продать эту крошку. Так. Короче, нужно отказаться от всех опций, которые есть на корабле. Я упомянул галсометр? Обойдусь. Ого, а твоя жена знает, что ты такой скряга? Но это еще не все. Я упомянул подъемник, сделанный из бочек из-под бургундского вина? Обойдусь. Ну да, люди слишком падки на такое, верно? Но это еще не... Как-то задолбал уже! Обшивка из дерево-заменителя. От всего отказываемся. Пускай, но имей в виду. Прилипалы ненавидят дерево-заменитель. Но это еще не все! Я упомянул противотуманные иллюминаторы? Ага, начинают повторяться. Обойдемся без них. Ладно, ну не вини меня, если вдруг наткнешься на айсберг. Что, Титаник, что ли, у тебя? Но это еще не все. Я упомянул противозаклинивающий якорь. Тоже обойдемся, обойдемся вообще без всего, что он нам предлагал. Точно, пусть им безопасность на ветер. Но это еще не все. Я упомянул, что рвал с речной передачей. Я проживу без этой ерунды. Так, все, он затупил. Короче, так, довольно об опциях. Я, в принципе, отказался от всего, чем мне предложил. Ну, на чем мы остановились? Так, готов предложить вам сделку. Надо его заболтать как-то. Хм-хм-хм-хм-хм. Я готов заплатить две тысячи пиастров. Я думаю, мы движемся не в том направлении. Уверен, ты способен на большее. Скажи мне, что еще надо, чтобы ты вышел в море на этом судне? Сегодня. Ну и сколько вы за него хотите? Ты сегодня же можешь уплыть на этой куколке всего за 8 тысяч 650 пиастров. Что на это скажешь? Ммм. Готов предложить вам сделку. Давайте тыкать сейчас. Он уже сбросил цену. Хорошо, 5 тысяч, но это мое последнее слово. Уже лучше. Но не на многое. Уверен, ты способен на большее. Ты ведь понимаешь, что таких кораблей уже больше не строят. Я бы хотел тебе предложить. Готово. Сколько? Так. 5 тысяч. И это мое последнее, последнее слово. Этого все еще недостаточно. Инфляция работает в обратную сторону, знаешь ли. Дружище, можешь мне открыться? Это из-за дамы, так ведь? Тебя пугает, что она скажет, когда ты вернешься домой с новым судном? Не будьте фиком. Дай ей отпор. Это вызовет ее уважение. А когда она увидит корабль, она тебя за него полюбит. Поверь мне. Блин, что делать-то? Вообще-то, вы могли бы еще малость прогнуться. Да, конечно. Это же моя работа, так ведь? Никак не пойму. Я думал, тебя заинтересовал этот корабль. Ну и сколько вы за него хотите? Ты сегодня же можешь уплыть на этой куколке всего за 7300 пиастров. Уже 7300. Что на это скажешь? Готов предложить вам сделку? Отлично. Сколько? 5000. Это мое последнее-последнее слово. Да ядрена хрень, а. Блин. Как его заставить еще прогнуться-то? Как меня задолбал уже этот great. Вообще-то, вы могли бы еще малость прогнуться. Да, конечно. Это же моя работа, так ведь? Я на твоей стороне, дружище. Но мой босс, он настоящий скряга. У тебя нет босса, чувак. Ну и сколько вы за него хотите? Ты сегодня же можешь уплыть на этой куколке всего за 7300 пиастров. Что на это скажешь? Блин, надо думать, надо думать, потому что я что-то запутался совсем. Так. Короче, ладно. Забудьте, да и не нужна мне эта посудина. Да погоди ты! Не уходи так. Я уверен, мы найдем решение. Ну, возможно, вы правы. Конечно, я прав. Так на чем мы остановились? Ах, да. Возможно, ты еще не понял, что нигде на острове больше не торгуют судами. Ну и сколько вы за него хотите? Ты сегодня же можешь уплыть на этой куколке всего за 6300 пиастров. Что на это скажешь? Вот. Другое дело. Вот теперь, по идее, должно сработать. Блин, такой занудный мужик. Пять тысяч пиастров. Пять тысяч, и это мое последнее, последнее слово. Пять тысяч пиастров? Ладно, ладно. Это меня прикончит, но ладно. А я-то надеялся в этом году купить своим детям подарки к Рождеству. Все, забери его отсюда. Я рад, что от него избавился. Наконец-то. Ах, да. То поручительство лавочника у тебя при себе? Спасибо. Надо бы с боссом эти цифры утрясти. Он решит, что я псих, но я его уговорю. Жди меня с командой в порту. Я доставлю корабль и бумаги. Хочу еще сказать, что чувствую, мы сегодня неплохо узнали друг друга. Будто между нами возникла некая связь. И это я говорю далеко не каждому, как ты много болтаешь. Было приятно иметь с тобой дело. Правда? Ну и походочка. Лох. Свидимся в порту, и команду не забудь. Всех троих. А мне еще команду надо собрать, ребят. Ладно, друзья, давайте на этом моменте мы закончим. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Комментируйте, зовите друзей. Вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на Твич-канал. С вами был Артем. Всем всего хорошего. Пока. Пока.